Белые весенние цветы, как новая первая любовь, нежные, милые, хрупкие, девственные, смотришь и насмотреться не можешь. Среди всего прочего видишь только их. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, мои самые любимые зрители. Сегодня у нас замечательный день. Мы идем на Блошиный рынок. Ну, на Блошиный рынок, но... Продавцов антикориата, которые продают свои предметы, и кто может лучше них рассказать о этих предметах? Конечно, только они. И слушать их одно удовольствие. Кстати, на Блошиных рынках не все любят рассказывать и показывать, и даже не все разрешают снимать. Но поэтому особенно я ценю блогеров, которые не только нам с удовольствием все показывают, но и рассказывают. И сегодня мы как раз идем к такому блогеру. Слушать ее очень интересно, потому что она много чего знает, и у нее очень интересные вещи, предметы. И я предлагаю вам со мной туда направиться. Вы этого блогера уже знаете. Это Ирочка. Ирочка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Смотрите, какая у нас умывая брошь, называется «Бабочки в животе». Она бы сделана весной. А мне даже льдиночки напоминают. Ну, там бабочки. Ну, да, как будто из льда они освободились весной и уже спешат... Да, к нам в животик. Нет, не в животик. Спешат нас обрадовать и привести нам счастье. А что это за камень? Здесь лавандовый аметист, резные халцидоны и сапфирины стоят. Как красиво. Да, а такое кольцо. Ой, так это все вместе гарнитур. Да, вместе гарнитур. И весело, да. Потрясающе. Потрясающе. Ну, у вас всегда такая все красота. А вот эти вот брошки, это чьи вот эти? Вот эти брошки Чехословакии. Старой Чехии. Вот это вот лумьер, кольцо. Притом, тысяча рублей всего остаток от коллекции. Прекрасное кольцо, смотрите, какое. Это хотя не камни, это все бюджетерное стекло, но выглядит оно великолепно. И вот со скидкой оно у меня сейчас тысячу рублей. И внутри очень красиво. Очень красиво, да, как подрезной камень. Вот, это старая Германия. Это старая Америка. Вот это Германия. Германия. Многоэтажная такая филибрань. Как тортик, да. И это, да. И вся закрепка бюджетерного стекла идет тоже, как в натуральных камнях. То есть, карапана, все дела. То есть, это все было таким образом сделано, что заменили натуральные камни на бюджетерное стекло. Чуть-чуть удешевили после войны процесс производства, чтобы люди могли все-таки покупать себе даже послевоенное время. Потому что где-то в 1956 году. А вот это? Вот это? Да. Вот это тоже, если мы можем заметить, что одной компанией. Одной компанией, но они уже разные. Все равно разные. Да, они разные. Но и разные у них в соответствии соцветия. Вот это у нас сидебро с позолотой. Так, секундочку. Это ведь немцы, да? Это немцы. Старая Германия. Западная Германия. И это также немцы. А вот этот красивый. Вот эта, она нонейм, она шикарная. На самом деле, у нее потрясающие, как цветы резные, гравировка каждого, как сказать, стекла. Да, да, да. Это золото по самой брошечке. В общем, она, на самом деле, потрясающе смотрится. Потрясающе. Это старая Мирика, да, как букетик такой потрясающий. И сколько? Может быть, это жулин. 3500 у меня всего. Кстати, у вас, да, все очень ценные, очень спокойные. Они дорогие. Вот, скидочку на нее дам. Так. Так. На тишинке вы будете, да? Я на тишинку буду, да. Если кому-то понравится. Нет, да, завтра у нас заезд, а уже, соответственно, со среды мы работаем 7 часов вечера. На тишинке. На тишинке. Вот это у нас такая вот супер груидская вещица. Ну, ты, я вот слышала. Да, это цитрин граненый. Сделано тоже на Урале. Вот такая красота. С черненым серебром. Вот. Обалденный метист тоже в серебре. Прямо огромный такой. Да. Вот. Потом это у нас кремний. Ой, ой, какая прелесть. Да, это вот в таком немножко боко стиле. Здесь все природное. Это кремний. И сколько такая стиль? Такая девять. В серебре ручная работа. В серебре, да. Что у нас есть? Есть вот такие вот безумно красивые. Это я помню, мы снимали на тишинке. Да, очень красивые. А вот большие вот эти, большие камни. Большие камни? А, это тигровый глаз в серебре. Вот, можно посмотреть на вот это волшебное кольцо. Цветок посажен под 45 градусов, что дает такой несколько силуиду скользящий стиль. Слушайте, ну да, какая интересная. И очень камень, смотрите, какой обалденный. Резезная раковина, ручная работа. Потрясающее кольцо. Смотрите, какая шинка, тринити. Да, да, да. И сколько такая? Двенадцать. Ну, потрясающе. Да, потрясающе. Вот, что у нас здесь еще есть? Вот это, по-моему, смотрите, да? Мы показывали как-то. До сих пор есть. А это я не помню. Значит, здесь все резные камни. Халцидон, хризопраз и четыре изумруда уральских. А кто это делает? И маленький пакет. Это все на Урале у меня мастера. Ой. А это все их камни, да? Да, да, конечно. Потрясающе. Такая грибная. Помимо всего, следует отметить, это кошачий глаз. Тоже большая редкость. И плюс такие нежного оттенка сапфиры, желтые, зеленые, что тоже здесь. Нет, главное очень интересно сделано еще. Они так сделаны, что камень становится прям еще лучше. Они так его прям придают ему, подчеркиваю. Это у нас волосатик. Это у нас волосатик. Венерин волос, турмалин и вот такая ветка. Вот такое кольцо, как в виде крыльев бабочки, можно сказать, капелек. Там вот такое оно обалденное. У меня была такая, что я купила у одной коллекционерши из Франции несколько штук. Она их собирала всю жизнь и сама створила юбочки. Набивала шерсткой в 80-е годы. То есть она их раньше купила и решилась создать. И, соответственно, можно купить старого кружева и облагородить все это, как сказать, немножко неповатую юбку, облагородить старое кружево. А так вот они и немецкие, и японские. Особенно красавица у меня вот эта девочка. Она такая вся в ожидании. Ну, личико такое. Личико потрясающее. Потрясающее. Ну вот, красивый очень банк у нее. Миловидная. В общем, она в ожидании. Даже, мне кажется, она чего-то ждет. Да. Вот. Ну, что мы с женщиной все ждем. Да. У нас в теле обликсе. Так, что еще у нас такое? Вот просто потрясающее. Сейчас я вам покажу. И не просто, а сказочные. Сказочные. Смотрите, пожалуйста. Это новая коллекция сатуаров. Вот таких сатуаров. Ручная работа в серебре. А сейчас это очень модно, кстати. Очень модно. Резной аметист. Здесь немножко аметистов. Здесь сапфиры стоят. А это все иолитый. То есть камни все натуральные. Смотрится просто зашивически. То есть можно украсить другую белую рубашку. Можно украсить платьишки. В общем, все такое. Смотрится вот так вот классно. И еще релакс. Не забывайте, что нам, девочки, надо иногда и успокоиться. Это правда. Помимо всего, что у меня есть такого классного еще, это фатуарш. Сейчас мы раз подошли, хочу чайник этот поближе. Чайник, да, хорош. Давайте другую сторону покажем. Они разные, думаю. Ну да, там немножко птицы летят, а здесь, здесь. Ну и здесь птицы тоже. Да, немножечко, да. Так уже и роспись ручная, если можно заметить. Вот более толстенькая, тоненькая. Все такое, да, ручная роспись и такая очень приятная матовая основа. У меня такой формы чайник есть, но он белый и с бабулковым ее тоже лесом. Но форма прям вот похожа. Но он старый. Они все, не знаю, из Китая или из Вьетнама, из Вьетнама они в Китае не были. Сова еще, и дятел тоже горит. То есть это 20 лет. А не парно продается? Нет. Парно, ну конечно. А стоят сова сколько? Сова за 6 отдам. Сколько? За 6. Продавала за 8, за 6 отдам. Дятел тоже горит. Мы все там посмотрели, лампочки поменяли, все хорошо. Посмотрите, пожалуйста, из новой коллекции. Чем цена эта потрясающая в прошлой работе? Огромный опал. Примерно 2,5-2,4 мм на 13 мм. Это считается уже крупным опалом. Да, крупным. Драгоценным. Благородный опал. Смотрите, какого просто нереального свечения. С изнаночки тоже. Посмотрите, какой наш натуральный опал. Ой, действительно. Вот бывают, да, кольца бывают скромные. Я вот находила, где вот самоцветы. Но это вообще произведение искусства. Помимо всего резные аметисты. В них вставлены бриллианты. Бриллианты. И здесь 3 берила уральские. Это уже маушеское месторождение. А вот этот хвостик фазана. То есть благородные тоже птицы. Вот. Помимо всего я советую объединить вот с этим кольцом. Тоже с аметистами. И вот к этой коллекции мы сделали несколько вариантов сережек, которые выполнены тоже с опалами благородными. И будут вместе это шикарным комплектом просто на все времена. Вот это моя мама бы оценила. Как она это любила. Она даже... Вот такая вот просто мировая брошь. Просто. Изысканная. Можно посмотреть, как смотрится на теле. Да. Вот как влестит. Очень такая нежная. Для себя-то я люблю более грубые такие, большие. Очень красивый розовый. Тоже розовый опал и розовая резная рафина с бирюзой. Бирюза здесь использована... Сейчас скажу. Армянская. Здесь бирюза у нас идет майконское месторождение. Казахстанское. Редкая бирюза. Да, редкая. Без подложки. Большие крупные серьги к большим голубым глазам. У вас браслеты опять. Давайте вы помните. Тогда вы рассказывали. Здесь вот опять бирюза. Здесь у нас селеро. Как бы сказать, они потихонечку, конечно, расходятся по миру, но цена немножко кусается, поэтому, конечно... Ну, я смотрю, новых много. Очень много. Я старых почти не вижу. Вот. Опалы черные здесь есть. Смотрите, как мескет классно. Черные. Прямо выглядит, как... Ну что, под шанельку. Здесь, помимо всего, еще голубые топазы. Смотрится прямо очень изысканно нежно элегантно и на каждый день. Вот. Конечно, стоит отметить из новой коллекции тегровый каст. Потому что, смотри, как он выполнен. Здесь двойной каст. То есть, вот, смотрите, видите, как... Сначала нижний каст, потом... И как приподнятый второй к ней уже сидят камни. От этого получается, он такой более объемный. Здесь примерно 120 грамм серебра. Так. Вот, сын с вами. Давайте. Дорогие мои друзья, мне приходится с вами расставаться. Но я хочу пожелать вам ярких, солнечных, весенних, радостных дней. Чтобы у вас было такое же замечательное настроение. Чтобы никакие неприятности вас не трогали в это время. Чтобы вы были наполнены радостью, светом, любовью и счастьем. Субтитры подогнал «Симон»